Сегодня Комитет информации и печати представил отчёт о проделанной работе за 2019 год. По словам председателя информационного ведомства Марии Котаевой, в прошлом году приоритетным направлением работы СМИ было оперативное освещение происходящих в республике событиях. И что немаловажно, внешняя информационная политика, направленная на создание благоприятного имиджа нашей страны. Десятки пресс-конференций, пресс-туры, мастер-классы, участие в мероприятиях за пределами республики и ежедневная работа по сбору, обработке и распространению новостей. Год у журналистов был насыщен. Отчёты о проделанной работе представила печатная периодика. Было отмечено, что редакция газет работали в штатном режиме. Что касается деятельности Дома печати, в истёкшем году было издано 11 книг. Итоги за 2019 год подвело информационное агентство РЭС. Было отмечено, что количество новостей, размещенных на сайте, увеличилось в разы. Для единственного журнала «Фидео» 2019 год был ознаменован важным событием. «Фидео» стал лауреатом государственной премии. «Коллектив редакции журнала «Фидео» 2019 год завершил успешно. Редакция выполняет возложенные на неё обязанности. Журнал выпускает содержательные с личными рубриками, критика, публицистика, воспоминания от сердца к сердцу». В 2019 году государственная телерадиокомпания «Ир» увеличила эфирное время. В эфир вышли десятки новых передач. Завершился телевизионный сезон грандиозным танцевальным проектом «Кафт». В 2019 году национальное телевидение отметило юбилей 25 лет со дня образования. В прошлом году для увеличения аудитории были созданы страницы на всех интернет-ресурсах. Теперь весь контент телеканала доступен на Facebook, Instagram и YouTube. Государственная телекомпания «Ир» обеспечивала все виды деятельности службы производства в соответствии с календарно-тематическим и производственным планами. В течение года была организована своевременная подготовка производства, скоординирована работа всех служб, создавались условия для проявления творческой инициативы и активности сотрудников должности высоких результатов работы. Мария Котаева добавила, что на 2020 год уже намечен наряд мероприятий. У журналистов будет возможность повысить квалификацию. Для этого они будут направляться на обучение. Также сюда будут приглашать специалистов. 2020 год объявлен годом памяти. В связи с этим журналисты уже готовят материалы по геноциду осетинского народа.